И о месте британского премьер-министра. Члена Палаты Лордов уволили с поста в правительстве за неугодное голосование. Лорд Хезелтайн возглавлял вчерашний бунт парламента против закона проекта по Брекзиту. Все подробности узнаем от Светланы Чернецкой, она в Лондоне. Одно голосование стоило ему должности. Лорд Хезелтайн в политике уже полвека был министром обороны в правительстве Тэтчер, заместителем премьер-министра Мейджора. А последние шесть лет работал экономическим советником в правительстве. Его услуги оказались не нужны после вчерашнего отказа Палаты Лордов поддержать законопроект Кабинета министров по Брекзиту. Пэры отправили документ на доработку, требует, чтобы после заключения сделки по выходу из ЕС ее условия вынесли на одобрение парламента. Правительство с этим категорически не согласно. И с главным бунтарем рассчиталось уже на следующий день. Самому Хезелтайну к борьбе с властью не привыкать. Во времена премьерства «Железная леди» он так рассорился с ней, что выходя из ее кабинета хлопнул дверью и тут же подал в отставку с поста министра обороны. А потом затеял компанию по свержению Тэтчер. Тогда получить ее место Хезелтайну не удалось, но отправить премьер-министра в отставку получилось. И вот четверть века спустя он снова поссорился с женщиной-премьером. Хотя, как оказалось, никогда толком и не общался с Терезой Мэй. У нас не было возможности поговорить о наших разногласиях, но я ни в коем случае не критикую Терезу Мэй за это. Она очень занятой человек, а для меня было неизбежно сделать то, что я считаю правильным. Политика отошла на второй план. На первом были мои убеждения. Сама премьер не комментирует увольнение политического тяжеловеса. Эту новость затмила презентация уточненного бюджета на этот год. Министр финансов прогнозирует довольно успешный этап для британской экономики. Правда, не скрывает, будущий год может быть посложнее из-за Брекзита. Но в последующие несколько дней обсуждение главной сметы страны скорее всего затмит разговоры о выходе Великобритании из ЕС. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.